Всем привет! К нам наконец-таки пришло лето. И пришло оно, скажем так, не самое приятное. Жара ужасная, второй день за 35. Но при условии, что до этого было очень холодно, скажем так, день было и совсем холодно, день тепло. Все это перемешку с грозами, дождями обильными, даже в регионе прошел не так далеко от нас град. Нас обошел стороной, ничего не побито, ничего не уничтожено, скажем так. Но не все так благополучно, как хотелось бы. Пройдусь по помидорам, которые редко показываю, кусками. Прямо сейчас по редкам, правда без названий, покажу, расскажу в чем сейчас проблема. Ну, пойдемте. Ну, на данной этапе выглядят помидоры вот так. Вроде как фитофтору они не поймали. Крайне мере явных признаков всего чуда я не вижу. Ну, травку не убираю сейчас, в принципе, не так уж грязно, но убирать ее сейчас катастрофически нельзя. И почему подхожу к помидорам, которые прям наглядный пример. Видите, куск, в принципе, стоит зеленый. Он особо не видно, чтобы пораженный был. Ну, нижние желтые листва, вот она. Это естественно их процесс, это самые нижние листы. Они, в принципе, уже должны отмирать. Ну, вот он, помидор стоит неприкрытый. Он аж горячий. И видите, вот они. Это припеченные помидоры. Это не болезнь. Видите, куст зеленый. Обычно, когда начинается какая-то болезнь, все начинается с листва. Вот он, на открытом воздухе, та же самая тенденция. Те, которые прикрыты кустом, те хорошо лежат. Вот он, припеченный. Ну, и, кстати, он, в принципе, и подсозрел. Надо его сорвать. Которые внутри, те беспроблемные, которые спрятаны травкой, листвой. Ну, вот это я подвязывала все. Плества переломалась. Вот он, которые прикрыты, которые на травке. Они лежат хорошо. Вот он, закрытые кусты. Все лежат. Те, которые, вот он, открыт, все начинает. Вот он просто, вот я беру помидор в руки, а он горячий, просто кипяток. Вот он, открытый куст. Вот оно, припалило. Явно припаленные томаты. Поэтому сейчас ничего не убираю, не собираюсь не сорвать, ничего. Пускай стоят вот так вот. Да, будет роса, да, может словить ей какое-то грибковое залеполивание. Но это может не словить, а может словить. Но помидоры, крайней мере, останутся. Не вот такими. Ну вот они, пошло созревание массовое такое. Пошли помидоры. Хорошо хоть не побежали в мусорку, потому что, говорю, многие уже жалуются на то, что просто удаляются помидоры. Кстати, самое интересное, да, помидоры от такого изобилия влаги трескаются, но не все. Вот они треснули. Вот тут начало трескаться. Но, как мы видим, в принципе, таких помидор не так уж много. Ну, вот как-то так. Вот он треснул, но он зажил. В общем, картина вот такая. Таких помидоров у меня, в принципе, не так уж много в этом году посажено. Без расчета, только на еду. Поэтому, в принципе, я не буду расстроена, если что-то и как-то пропадет. Ну вот он, наконец-таки, созрел этот путешественник. Чесночный, много их названий. Сорву, попробую, интересно все-таки. Ну, и другие созревают. Ну, вот этот куст чисто экспериментальный, чисто удовлетворит любопытство. Возможно, еще какого им. Кому-нибудь это будет интересно. Как мне. Ну, их завязалось вот много. Начинают, начинают, начинают. Ну, пусть начинают. То есть, картина, в принципе, по помидорам понятна. Вот стоят в травке. Хотя они относительно чистенькие у меня тут. Но пускай дальше так и стоят. Потому что, еще раз повторяю, сейчас, если вот такая жара еще постоит, припеченных будет, видите, все на макушках. Это все будет припечено. Потому что из холода в жар помидоры, это не человек. Он баню, сауну не любит. Ему комфортно, стабильность какая-то. Ну, вот такое вот. Урожай, кстати, на вкус помидоров в этом году, в крайней мере, который до этого собирала, не догоняет прошлый год. Слишком они набрали влаги. Они не набрали водя... Они, как сказать, более водянистые, чем обычно. Да, экзоты, которые я посажаю первый раз, мне некоторые очень понравились. Ну, вот я знаю, помидоры, как должны другие выглядеть, и на вкус они должны быть. Я говорю, не набрали ни такого масштаба, не набрали ни того вкуса, который должен быть. Присущая такая водянистость какая-то. Это из-за количества выпавших осадков. Ну, я думаю, что в этом году и дыни будут такие же. Если, конечно, не наладится погода. Потому что обещают нам жару, а потом опять то же самое и то же самое грозы, дожди. Ну, посмотрим, какой будет правдивый прогноз в этот раз или не очень. Ну, в общем, как обычно, быстро не получилось. Всем пока. До новых встреч.